Всем привет, ребята, с вами Денис. Мы продолжаем проходить игру Амнезия, самая первая часть. Ну что, мы помним, что пробрались сквозь эти вот ворота, которые сами закрываются, подставили сюда ящички, тем самым мы себе обезопасили обратный выход. Так, ну что, нам все-таки нужно найти способ починить механизм, починить западный лифт, для того, чтобы там куда-то попасть, короче. Ладно, давайте разбираться, давайте смотреть. Ну, пока здесь вроде все нормально, ничего особо страшного нету. Опа, опять куча рычагов каких-то непонятных. Ну, давайте посмотрим, что это. Деревянная рукоятка мы взяли. Интересно, для чего она будет нужна. Так, давайте аккуратненько здесь все посмотрим. Спокойно, спокойно, Даниэль, все в порядке. Так, ну что, пришла пора поиграть с рычагами. Еще бы где бы свет зажечь, вообще было бы замечательно. Так, ну хорошо, давайте будем все опускать по очереди. Раз, опустилась какая-то хренатень вниз. Второй рычаг, она поднялась. Третий рычаг, еще поднялась. Четвертый рычаг вниз. Короче, нам нужно с помощью этих рычагов каким-то образом опустить ее до конца. В принципе, все получилось, я думаю. Но это было не так сложно на самом деле. Так, что-то где-то зажебуршало. Хорошо, возвращаемся обратно, здесь больше делать нечего. У нас еще в предыдущем зале осталось пару комнаток. Ладно. Давайте пойдем по порядку. Пошли сюда. Ну, здесь более-менее все. А, то есть, если мы пошли бы сначала сюда, то мы увидели бы, что рычаги именно вот так вот задействованы. То бишь, таким способом мы смогли бы в соседней комнате предыдущей точно так же сделать. В общем, это как шаблон-подсказка была. Хорошо. Судя по всему, если мы опустили эту штуковину вниз, то те грузики, которые в прошлой серии мы не смогли с вами задействовать, они наверняка сейчас будут работать. Хорошо. Но еще у нас есть одна дверька здесь. Давайте посмотрим. Там наверняка тоже что-нибудь есть. Угу. Так, ну что? Так. Ящики убираем нахрен. Нет, здесь ничего нет. Что, пустая комната, что ли? Да не может такого быть. Опачки, вы посмотрите. Отверстие для труб. То есть нам нужно создать какое-то давление пара с помощью труб. Я видел, пока мы там ходили-бродили, я смотрел, что валялись куски труб. Собственно, по вот этому шаблону нам нужно смастерить такую же систему. Да, ну не вопрос, сейчас мы быстренько все сделаем. Здесь трубы повсюду валяются. Вот здесь я видел трубу. Или не здесь. Так, а еще, кстати, мы рукоятку же подняли, помните, да? Так, давайте в соседней комнате посмотрим. Там труба была одна, валялась. Кто-то здесь постарался, все разломал. И теперь нам придется все это делать, восстанавливать. Так, хорошо, берем трубу. Так, погоди. Записка. Как я не заметил раньше. Машина. 13 января 1799 года. Ни одному человеку и не снилось. Не снились те невероятные усилия, что я вложил в эту машину. Сменились целые поколения людей с тех пор, как я впервые попытался воссоздать устройство, найденное у деревянных подмостков. И это удручает. Ограниченность средств этого мира невероятно усложнила задачу. И мне приходится создавать огромную копию изящного устройства. Не говоря уже о том, что укращенную энергию молнии приходится грубо имитировать паром, который движется по трубам и турбинам под давлением. Мне стыдно при мысли о том, что подумал бы изобретатель оригинала о моем механическом монстре. Он работает с увеличительным стеклом, аккуратно собирая все детали. Я же вынужден силами пятерых людей возводить башню из кованых металлических листов в надежде, что он отдаст хоть ничтожно малую долю могущества, которым обладает медальон странника. Все это загадочно, мистически и, так сказать, неизвестность. Неизвестность. Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Хрен с ним. Нам вообще наплевать, кто это все написал. Самое главное, давайте сейчас соберем это устройство. Так, это сюда, по-моему. А что они вставляются-то? А, ну вот. Одна труба есть. Ладно, пошли собирать остальные трубы. По-моему, в предыдущем зале тоже были там где-то трубы здесь. Ну-ка. Так, здесь мы грузики поднимали, насколько я помню. Труб здесь нет. А, нет, есть одна труба. Есть, есть. Берем. Да черт тебя подери. Мы так не договаривались. Труба. Так, взяли трубу, побежали. Сейчас. Ну и что? Во. Так, куда бежать-то? Я уж и забыл. А, прямо, прямо, прямо бежать. Так, вставляем трубу. Отлично. Побежали назад. Там еще где-то были. Сто процентов. Надеюсь, мне не придется слишком далеко убежать назад, чтобы все это найти дело. Так, вот еще одна труба. Кстати, здесь можно, наверное, грузики поднять. Ну-ка. Нет. Когда мы, скорее всего, подсоединим все эти трубы, которые создадут определенное давление, и тогда уже, наверное, можно будет поднять эти долбанные грузики. Так. Так, побежали. Сколько там еще частей нужно? Еще, по-моему, последнюю трубу, если я не ошибаюсь. Только ее бы теперь найти. Последняя, как всегда, самая, наверное... Самая невидимая, сука, труба, наверное. Нет, здесь нет ни хрена. Давайте искать в этих комнатах. Вот здесь нужно искать все. Так, все везде пусто. Так. Ну, хорошо, побежали еще. Сто процентов она должна быть где-то здесь. Не может она быть далеко. Просто я ее нахрен не вижу. Так, ну-ка повнимательнее, повнимательнее. Трутница. Блин, как я это не заметил, я не пойму. Так, ну что, где она? Где эта проклятая труба последняя? Как всегда, наверное, на видимом месте лежит. И я вот ее не вижу. Так всегда бывает. Потом-то, когда смотришь повтор записи, и все, прекрасно видно, что вот она прямо под рукой здесь валялась. Но на самом деле, пока мне не видно, где она. Побежимся еще раз по этим комнатам. Может быть, где-то здесь. Ну-ка. Все, сука, масло закончилось. Это хреново. Хреново. Труба-то где, хоть ты? Труба! Во! Масло нашли, отлично. А там, может, труба еще есть? Нету. Нету, нету, трубы никакой нету. Ладно, хоть масло нашли. Блин, столько вещей, оказывается, валяется полезных, которых я просто не видел. Какой-то что-то стал невнимательный вообще в последнее время. Так. Ну где ж ты? Где же ты где? Звездочка ясная, блин. Борис Моисеев, я помню, пил эту песню. Где же ты где? Звездочка ясная. Нет, ничего не подумайте, конечно. Так просто вспомнилось. Нет, что за хрень? Где она? Может, она прямо где-нибудь здесь валяется? А? Нет? Нет ее нигде? А может, как-то по-другому можно их поставить? Ну-ка. Как ты их раз... Сука. Ты че тут? Развернуть ее никак? Наверное, судя по всему, они ставятся сами. Да черт подери, где же она? Так. Давайте я найду за кадром. Не буду томить вас ожиданием. Итак, друзья, последнюю трубу я так и не смог найти. Давайте вернемся обратно. Там можно было же пойти по правому мосту. Может быть, ее можно взять там и потом сюда принести. Хотя в переходах между локациями, я не знаю, можно ли переносить предметы с собой. Вот именно вот держа в руках. Не в инвентаре, а в руках. Тут у нас вот есть... А может быть, внизу где валяется она? Хрен знает. Вот, у нас мост опустился. Можно пойти сюда. Цистерна. Вот, может быть, и здесь. Предназначением внутреннего светилища всегда было изучение сферы, поиск способа овладеть их могуществом. Но этого пока он не знал. Давайте будем смотреть, может, здесь где валяется. Так. Внизу что там, вода или что? Что-то не очень хорошо видно. У меня масло закончилось. Давайте пока пойду. Вы собираете воду из источника? Да. Благодаря этому я могу частично контролировать поток воды в коллекторе. К тому же, этой водой можно пользоваться для разных целей. Например, пить? И это тоже. Но в основном она нужна для механизма. А, вроде и водяной медицей. Да, именно. Так, хорошо. Много, в общем-то, большой функционал у этой воды было у Александра. Так, можно ли ходить по воде? Безопасно ли это? Вот чего. Давайте проверим. Хрен его знает. Вроде этого водяного чувака-то нету. Так, во, трудница. Это хорошо. Ещё бы где масло найти. Вообще было бы замечательно. Ну-ка. Надо исследовать каждый уголок. Возможно, где-нибудь маслица есть. Это то, что мне сейчас просто необходимо, в первую очередь. Так. Слышу какие-то голоса чьи-то непонятно. Внизу ничего нет. Но, в принципе, можно прыжками добраться вот досюда. Спокойно. Опа. Дэнил, отлично допрыгнули. Так, что здесь? Можно, в принципе, допрыгать вот ещё досюда. Опа. А вот и наш друг. Вот его-то я вообще как бы не ждал. О, записка какая-то. Перенаправить поток воды в коллекторе. 7 августа. 1839 год. Александр верит в то, что принято считать магией. Я даже не удивлён. Уже когда я ехал в Брененбург, я предполагал, что придётся столкнуться со сверхъестественным, чтобы спасти свою жизнь. Для меня всё это странно. Но я стараюсь собраться с духом и не тратить время на сомнения. Александр разбудил меня рано утром и сказал, что пора приниматься за работу. Ему явно не терпелось взяться за дело. Мы спустились в подземелье, где Александр проводил ритуалы. Я с трудом в это верю, но Александр утверждает, что родился в эпоху Возрождения и застал самого Довинчи. Александр показал мне пару комнат, где занимаются анатомией, алхимией и ботаникой. Но самое важное место в Брененбурге — внутреннее святилище. Там мы попытаемся навсегда изгнать тень сферы. Короче, судя по всему, нам нужно добраться тоже будет до святилища и там попробовать что-нибудь сделать с этой сферой и избавиться от этой тени, я так понимаю. Так, зачем я кручу этот рычаг? Что случилось? Так, что-то случилось все-таки, все равно. Ну, давайте почитаем. Так. У цистерны есть клапаны для перенаправления воды из коллектора. Зачем мы это сделали, пока непонятно. То есть сейчас здесь теперь нет воды, я так понимаю. Ладно, с этим разберемся. Возвращаемся потихонечку обратно. Лишь бы не нарваться на эту тварь. Подводную. Так, тихо, сундучок. А вот и масло. Это вообще круто. Наполним. Бокал. Так, что это? Вода начала наполнять помещение. То есть нам нужно наполнить эту штуку водой. Нужно везде повернуть рубильники. Я так понимаю. Ну, эти винтили. Ну, хорошо, пойдем искать другие винтили. Мне напрягает то, что эта водная тварь появилась. Это мне вообще не нравится. Надеюсь, что... Так, тихо. Мы не попадем себе на глаза. Так, спокойно. Ну-ка. Нет, ее пока нигде не было, этой твари. Хорошо. Может, она не везде? Где-то ходит. Ходит где-то он. Однозначно где-то ходит. Так. Хорошо. Пойдемте сюда. Экономим лампу обязательно. Так. Вот еще этого не хватало. Как-то нужно опустить мост. Как это сделать? Так, ну-ка. Он держится на ржавой цепи в потолке. Какие-то записи сделал Даниэль. Чтобы пройти дальше, нужно опустить мост. Так. Мост опускается, видимо, где-то в другом месте. Здесь есть еще один проход. Вот сюда. Только быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Вот. Так. Этот фар, судя по промежуточному интервалу, будет наносить нам вред. Хорошо. Еще один винтель. Видимо, там стало еще больше воды в том контейнере. Так, пошли сюда. Так. Где-то наш дружок здесь перенаправить поток воды в коллекторе. Давайте еще один винтель повернем. Так. Блин. Обосраться можно. Такие движения здесь происходят. Еще одна записка. 8 августа 1839 год. Я до сих пор не был уверен, что я на верном пути. Но теперь я знаю. Александр смог направить силу сферы в наши тела. Внутренний круг озарился синим светом. И я ощутил то же, что чувствовал в подземной гробнице. Я был в круговороте видений. Было страшно, но Александр держал себя в руках и использовал странные приборы, чтобы укротить бурю. Внезапно в синем сиянии появились красные пятна. Со стен потекла пульсирующая живая масса. Александр быстро накрыл сферу и жуть исчезла. Похоже, тень подобралась ближе, чем думал Александр. Он сказал, что завтра мы проведем ритуал ограждения и что мне нужно подготовиться. не знаю, чего он от меня ожидает, но у меня дурное предчувствие. Александр, Александр, кто же ты такой? Что же ты за создание такое? Создается впечатление, как будто бы ты вовсе не живой человек. Так, здесь вроде больше ничего нет. И чего? Нам нужно опускать мост! Как это сделать? этот винтель для чего? А, этот винтель закрывает, видимо, поток этого пара. Или нет? Ни хрена он не закрывает. Нет, смотри, когда сокрыл. Что, нам нужно как-то опустить мост теперь. Опачки! Быстро, 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 бежим! Как опустить мост? Может быть, камнем кинуть в цепь? Ну-ка, пойдем посмотрим. Вот так, ну-ка! Офигеть! Никогда бы не догадался, что именно так нужно это делать. Ладно, пойдем дальше. Опять прыжки, блин. Тихо, 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 спокойно. Завал, черт подери. Сейчас нужно аккуратно как-то все это дело вот так. Отлично. Даниэль, молодец. Молодец. Сначала почитаем дневник. 9 августа 1839 год. Сейчас раннее утро. Александр занят подготовкой ритуала. Он так старается, что у меня возникает вопрос. Зачем? Какая ему выгода? Наверное, ему интересно как ученому, но вряд ли он помогает мне просто так. Неужели он настолько глуп и хочет подчинить себе сферу? Когда вчера Александр наполнил внутренний круг синим светом, я понял, что мы коснулись лишь малой части того, на что способна сфера. Речь идет уже не просто об изгнании тени. Мы на пороге необыкновенного открытия. Так, ну что же, последний винтель, друзья. вот сейчас уже довольно серьезная банка с маслом. Так, давай, бери, Даниэль. Она нам очень нужна. Все хорошо. Теперь, наверное, нужно вернуться к этому контейнеру. Так, ну-ка, здесь нельзя пройти. пройти. Нет, нельзя. Нужно вернуться к этому контейнеру, где вода в него затекала. Может быть, там что-то всплыло или еще что-нибудь. Ну, не просто же так туда воду наливали, согласитесь? Только теперь как отсюда выбраться? А вот и наш приятель. Тихо, 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 тихо. Ну-ка, ну-ка, быстрей, 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 быстрей. Так, куда пропала лампа? А, все. Не дай бог, сейчас масло закончится и все. Ну и голос умолк. А, тут, то есть, кто-то был, что ли? Я так понимаю. Ну все, судя по всему, мы здесь все сделали. Можно возвращаться обратно. Так, только как? Нет, здесь мы были тоже. Так, где же, где же выход? Что-то я заблудился, малость. Так, что-то жутковатое место, действительно. Быстрее, быстрее, быстро, 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 быстро. Все, я думаю, что здесь больше нас ничего не держит. Возвращаемся обратно. Ну и судя по всему, теперь нужно искать последнюю часть трубы. Но что-то не подсказывает, что либо я ее не вижу, короче, либо хрена, где она еще может быть? Давай попробуем спуститься вниз. может быть, она здесь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я так не хотел делать, действительно. Еле живой. Опиум. Раны сильно кровоточат. Мелкие порезы. Все, все в порядке. Давай посмотрим здесь. Может быть, труба валяется здесь. А-а-а, может быть, мы воду-то убрали вот отсюда? Перенаправили воду-то? Действительно. Так, может быть, все-таки... Так, что такое? Что такое? Так, я не понимаю, что происходит? Что за херня? Что происходит? Там ядовитый газ или чего там такое? Какие-то испарения. Коллектор. Так, вакцину какую-то нужно взять. Давай быстрее, выбирайся. Быстрее, 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 быстрее. Так, какие-то записи появились в дневнике. Найдите вакцину, чтобы защитить себя во время пути по коллектору. Так, вакцина, скорее всего, прячется в той двери, где у нас опускается мост. Ну, чтобы опустить мост, нужна чертова еще одна труба. Где же она может быть? Здесь-то вроде нет ничего. Хорошо, поднимаемся обратно. Нет смысла бегать просто так. Все-таки трубу нужно искать. А труба однозначно где-то здесь. так. Ничего не работает. Нужно поднимать все грузики. А может быть, и не должно быть третьей части трубы? А? Попробуем сейчас сходить поднять грузики наверх. Может быть, и не надо. Да хотя, как не надо? по теории-то надо, правильно? Почему все закрыто? Что, опять все пустило, что ли? Ну, давай поднимем. И что, опять все трубу, что ли, заново искать, или чего? Что-то я не пойму. Почему все обратно вернулось на прежнее место? так. Давай, 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 давай. Отлично. Подняли здесь все. Мы пойдем в соседние двери и попробуем те грузики поднять. Хотя я сомневаюсь сильно. Да. Грузики не поднимаются. То есть, нужно искать трубу. И она сто процентов где-то здесь. Блин, я тут все бегал. Здесь ее нигде, нет. Эта хрена тень обратно не поднимается, потому что, мало ли, а вдруг она опять там? Так, погоди. Так, здесь застряло. Это застрял рычаг. Это застрял. только один работает, что ли? А не, а не, а не ты? Не делай, если. Э, кто со мной разговаривает? Что еще за новости такие? Где нахрен эта долбаная труба? Я не понял, как с нами Александр заговорил. Каким образом? Так, попробуем все рычаги. нет, нет, Ни хрена не работает. Черт подери, просто попусту тратим время. и выдернуть ниоткуда нельзя. Нас же такая напасть, а? ой, 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 ой. Так, друзья, давайте на этом закончим. Я, короче, буду трубу искать за кадром. В следующей серии начнем, начнем мы с того, что я буду с этой долбаной трубой вставлю ее сюда и будем уже продолжать дальше проходить. Потому что сейчас просто так тратить время мое и ваше нет смысла. Хрен знает, где она. Ну, наверняка, она должна быть где-то в этом помещении. Ну, нигде и быть в другом месте не положено, так сказать. Ну, а на этом все. Ссылка на плейлист под видео в описании. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик, ставьте лайки, комментируйте обязательно. С вами был Денис и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok